друзья привет а сиоми mi 5s в 2018 году услышать не хотите ли а я расскажу значит это будет опыт использования как обычно плюсы и минусы телефона и так начнем по комплектации как обычно этот телефон покупался у нас в городе как видно за 20000 рублей версия 432 вот темно-сером цвете по комплектации честно опять останавливаться долго не охота там просто блок быстрозарядки и кабель больше ничего там нету по внешнему виду значит это такой моноблок полностью железный здесь у нас с правой стороны с правой грани кнопка включения выключения кнопка регулировки громкости сверху вход под миниджек под наушники снизу этот type-c разъем один динамик 2 2 вырезы для симметрии и с левой грани у нас вход под весим карты к сожалению входа под расширение карты памяти у нас нет по характеристикам ребят здесь у нас 821 snapdragon 4 гигабайта оперативной памяти 32 постоянной дисплей 515 full hd разрешение ips матрица по значит по у нас прилетел 7 android милой 92 стабильная все так видно да все уведомления прилетает все отлично значит по камерам у нас здесь задняя основная 12 мегапикселей модуль от sony imx 378 если кому то интересно такой же модуль стоял и стоит в google пиксель но к сожалению матрица постобработка не такая соответственно тут фотки такие же не получится апертура у нас f20 фотографии светлые в темное время суток значит передняя камера сэлфи камера у нас 4 мегапикселя про нее особо разговаривать нечего чуть попозже давайте начнем с плюсов это первый плюс н эргономика очень удобно лежит в руке задняя спинка слегка скруглена вот и поэтому не режет палец удобно лежит в руке можно использовать одной рукой в пробке допустим в автобусе на улице взял что-нибудь ответил одной рукой очень удобно вот значит дальше отличная железная составляющая в 2018 году этого процессора восемьсот двадцать первого его хватает просто за глаза все летает игры тесты подключил какие-то сумасшедшие балл его дает сама система быстро работает плюс оперативная память это дает ему например после перезагрузки включая youtube моментально все включается ребят в общем по удобству использования и быстродействия это must have так дальше после того как прилетела после перелетел последний android и милая 9 еще более все шустрее стал открываться даже загрузка стала быстрее все молниеносно работает уведомления просто всегда приходят даже без особых настройки из раньше постоянно на восьмой милай ставил замки там что-то автозапуске сейчас я этого ничего не делаю просто даю разрешение и поехали дальше кто бы что не говорил про китайцев мол их призывы производитель не поддерживает и так далее поддерживает вот пожалуйста тому подтверждение прилетел последний android но не последний час восьмой же появился седьмой кстати на фопуда уже есть восьмой и последний их оболочка то есть производитель их поддерживает и сразу из плюсов вот хотелось по пунктам рассказать но не получается потому что про камеру отдельно эта камера ну наверное одна из лучших в этом сегменте телефонов то есть вот хоть его за 20 тысяч покупали но сами понимаете на алиэкспрессе можно дешевле найти там за 15 тысяч рублей это лучшая камера ответственно вам это заявляю оптическая стабилизация отлично срабатывает фотографии и вечером и днем получается отличная с именно с основной камеры видеосъемка со стабилизацией она достойного нормального уровня но до флагманов таких как galaxy s7 и с 8 она не дотягивает там квартир картинка плывет а здесь знаете иногда подергивается до подергивания бывают ну чтобы не быть голословным давайте вам например что не покажу так сказать домашнюю конь съемку так что это у нас так не лучший пример подождите что же еще снимал вот видите быстрый фокус в любом случае я поснимал на улице я эти оригиналы материала фото и видео приложу вот так что сами убедитесь в этом по фронтальной камере к сожалению все это гладко она скажем так просто обычная вот тут можно я даже не буду прикладывать этом особо фотографии давайте прямо сейчас покажу вот это при отличном свете лицо такое смазанное получается знаете вот это при хорошем вот например в сложных условиях против света но просто черное пятно так что фронтальная камера скажем так просто обычная просто среднего уровня не нужно на ней останавливаться там и так далее фронтальная средняя основная офигенная по экрану ребята отличный яркий экран вот сейчас прям на него солнце светит все читается пиксель не видно отличный порог значит самой минимальной яркости но тоже ведь ничего не вижу то есть ночью удобно читать даже разобраться не могу блин секунду блин пришлось в колдовку ходить чтобы яркости добавить настолько порог яркости минимальный тусклый вот по экрану то есть тоже очень понравилось по коммуникациям стандартным то есть вас отлично собеседник слышит вы отлично ни разу не было претензий мол тебя плохо слышно хотя я живу в отдаленном районе gps холодного пуска быстро ловит спутники их не теряет в отличие опять же от других телефонов как например zte что сказать 4g то есть по коммуникациям все опять же отлично по автономности здесь стоит батарея повторюсь на 3000 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки хватает на сутки плодотворной активной работы опять же это я считаю плюсом быстрая зарядка действительно быстро заряжает около часа 20 до 100 процентов так что еще вам сказать а кстати вот по тому как пришла новая прошивка еще лучше батарея стала держать давайте про минус переговорим значит здесь нету входа под карты памяти я считаю что 32 гигабайт и при том что камера снимает 4k этого мало так что если соберетесь этот телефон покупать желательно берите и либо знаешь 64 128 так как расширения здесь нет зачем-то убрали здесь в инфракрасный порт я это вообще не понял даже такое ощущение складывается сначала разработали дизайн уже все булочку сделали телефон производства отпустили а потом опа инфракрасный порт там и забыли дальше по динамику он и в прошлой прошивке был ужасно вот конкретно вот звуковой да и в этой к сожалению не улучшили не улучшили наверно просто из-за того что здесь посредственного качества он стоит этого я к сожалению не могу понять есть инструкция на фу пуда как прошить через тврп какой-то модуль там звуковой это ставил звук еще тише стал на немножко басовите так что я считаю что это не панацея динамик к сожалению к сожалению здесь посредственной давайте я вам к примеру продемонстрирую металлический звон вот но опять же я не поклонник слушать музыку через внешний динамик а даже такого динамика и вибрации мне хватает чтобы звонок услышать соответственно это такой знаете минус больше как придирка могли поставить лучше так как в том же 4x например там редмиках стоит и громче и более качественно это вот просто вопрос к производителю по отпечатке по отпечатку пальцев вот это наверное все таки больная тема вот смотрите с выходом опять же miui 9 2 и 7 android он стал работать лучше но работать именно лучше тогда когда недавно его разблокировали вот пример опять не сработал я зарегистрировал пять пальцев все все инструкции какие только можно прошел но все равно есть к нему нарекания тогда когда он полежит то есть когда вот только-только заблокировали да он довольно таки быстро срабатывает нормально кстати что-то экран подмигивает слушайте вам не видно сначала красный какой-то зажигается ну ладно вот а если он полежит 10 15 20 минут то к сожалению не всегда он информативно срабатывает на палец к сожалению слушайте экран какой-то странный причем он не разбирался потому что если бы экран менялся то отпечаток бы не работал с таким уже сталкивался ну да ладно вот к отпечатку есть пару вопросов но стал работать лучше после обновления однозначно дальше по передней камере мы уже это обсуждали но она просто обычная просто посредственная фотография я уже предоставлял и субъективно уже мое мнение это по дизайну задней части спереди просто обычно черный тут не к чему знаете так разве что к сенсорной кнопки так как я привык механической но это ладно а здесь это вот знаете такой все таки морально устаревший дизайн так уже никто не делает вот эти вот полоски из времен 6 айфона лучше бы их перенесли сюда и все но это субъективное мое мнение поэтому я купил себе чехол такой вот черный обычный сейчас застегивать не буду так вот он смотрится обычно не вызывающе в глаза не бросается основные элементы защищает а так из выводов стоит не стоит его покупать ребят но однозначно стоит классный телефон запасом на будущее с классной камерой отличная автономность и быстрая зарядка nfc но выбирать вам а так стандартная информация пожалуйста прослушайте подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии скоро кстати будет конкурс на 300 подписчиков так что надеюсь дальше будет только интересней любые комментарии вопросы все пишите постараюсь ответить все удачи пока